Вместе с тем, необходимо помнить, что существуют барьеры на пути обращения в суд. Ряд граждан, в силу того, что не знают правила подачи искового заявления, во многом надуманные. Они просто не могут переступить порог суда. Есть такое явление в России, как в Казахстане, в Куралай. Легко ли подать заявление в суд, следуя всем правилам, уплатить государственную пошлину, соблюсти требования процессуального кодекса или возникают сложности? То, что мы с экономическим судом, о котором мы не работаем, у нас в основном гражданскими судом работают. Если подавать, то это несложно. Но вместе с тем... А вот в суде, это проблема. Это проблема, согласен с вами. Итак, еще раз, давайте я повторю, уважаемые коллеги. В Казахстане сравнительно просто подать исковое заявление, но не просто представлять собственные интересы на судебном заседании. В России есть аналогичная проблема. Необходимо хорошо знать правила, вот эти официальные церемонии состязательного подхода. Кстати говоря, замечу, что сейчас в Казахстане обсуждается вопрос о введении специального института профессионального представителя в суде. Не может обычный рядовой гражданин пойти защищать своего друга или родственника. Необходимо, чтобы он имел статус профессионального представителя. Чтобы не перегружать зря судебную систему ненужными вопросами и так далее. Но в целом, резюме следующее. Общество тратит на непроизводительные потери весомую часть ВВП. И если бы этот институт конфликта разрешения работал более эффективно, то это, по оценкам экспертов, прибавило несколько процентов пунктов к темпам роста экономики. А это очень важно для всех нас. Потому что если экономика растет благоприятно, появляется возможность строить дороги, платить зарплату врачам, учителям. И в результате выигрывает все от этого. Тогда спрашивается, как удовлетворить потребности общества в эффективном конфликтном разрешении. И вот здесь появляется фигура медиатора. Заметьте, мы не рассматриваем медиатора как соисполнителя или субподрядчика судебной системы. Самой судебной системы. На мой взгляд, это немножко неправильный подход. Медиацию. Давайте воспринимать медиатора как услугу. Медиацию в целом. Работа граждан для граждан. Есть базовые потребности общества по разрешению конфликтов. Один из способов – это обратиться в традиционную судебную систему. Но есть и другой способ. Малоизвестный, редко практикуемый. Но как Абдурашид Юрлаевич заметил, хотя бы 1% споров, если они будут урегулированы с помощью медиации, то есть если они будут так называемые медиабельны, и будет добрая воля сторон к разрешению конфликта с помощью медиации, то это уже колоссальный рынок для нас. Вы можете сами произвести эту оценку, она считается очень легко. Сколько может заработать медиатор? Допустим, 1% споров разрешается путем медиации. От вот этого пирога – 1,6 триллиона миллиардов. И медиатору выплачивается вознаграждение 10% от цены конфликта. Продолжение следует...